В России могут повысить на три года верхний предел призывного возраста. Британская разведка допускает, что такой шаг позволит Кремлю увеличить численность армии, а граждане могут это воспринять менее тревожно, чем очередную частичную мобилизацию. У Путина будут люди, которых он сможет бросать в бой тысячами, не считая потерь, и даже проводить очередную мобилизацию, считают эксперты. Главное изменение в его, Владимира Путина, осознании того, что происходит, связано с тем, что происходит по эту линию фронта, а не на поле боя. А именно то, что он провел мобилизацию. Она оказалась политически успешной в том смысле, что не привела к политическому кризису, которого он так боялся. Он больше не боится мобилизации. Это важнейший момент, а это значит, что ее можно проводить дальше. Михаил Фишман, российский журналист, в интервью Радио НВ. Уже сейчас на фронт в Украину отправляют всех, даже недолеченных раненых солдат. Российское издание агентства выяснило, что в России сложилась практика отправки раненых военнослужащих в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии. На фронт возвращают военных с осколками в конечностях и простреленными легкими. По оценке юристов и правозащитников, это противоречит закону. Но это никого не волнует, ведь ситуация на фронте требует постоянного пополнения живой силы. Об этом говорят сами российские военные в перехватах украинской разведки. Так стало известно, что контрактники 136-й мотострелковой бригады из Дагестана отказались воевать в Украине и вернулись в пункт постоянной дислокации подразделения Буйнакски. Об этом пишут Кавказ Реалии со ссылкой на материалы административного дела военнослужащего. Но пребывание в России не гарантия выживания. По информации Интерфакса, в воинской части в Белгородской области погибли трое военных, 16 раненых, еще 8 числятся пропавшими без вести. Причина – военный взорвал гранату, находившиеся рядом боеприпасы сдетонировали, вспыхнул пожар. Все погибшие и пострадавшие мобилизованные. Не в безопасности и российские срочники. Матери военнослужащих уже несколько месяцев безуспешно пытаются вытащить сыновей из приграничных частей. Ну как же они не в зоне боевых действий, если у нас уже есть погибшие, у нас есть раненые. Идет тенденция в структурах нашей власти использовать срочников как пушечное мясо. Они абсолютно бесправны. Они подписали присягу и теперь с ними можно делать все, что хочешь. А теперь еще и идет тенденция, чтобы использовать их даже там, на Украине, в зоне боевых действий. Все мы понимаем, к чему это все идет. И вот скоро, скорее всего, будет выпущен указ или президента, или министра обороны, где срочники будут уже считаться полноценными бойцами. Для чего это все делается? Они в основном пойдут пехотой против артиллерийских бомбежек и танков. Военное российское руководство долго отрицало, что отправляет в Украину срочников. И тем не менее, многочисленные интервью с матерями и перехваты украинской разведки подтверждают, призванных для прохождения срочной службы, абсолютно неподготовленными, такие отправляют на фронт. Анжелика Брушневская для телеканала Freedom.